Привет! С вами Гриша Середак! Семья Петруниных представляет 11-летняя Лера. Лера, ты готовилась к сражению? Конечно, очень долго и упорно, ведь я хочу победить! Молодец! И давайте представим отважного командира семьи Васильевых, Лиза, ей 11 лет. Лиза, привет! Здравствуйте! Лиза, готовилась ли ты к сегодняшнему состязанию? Разумеется! Если вы думаете, что Валерия и Лиза пришли одни, то вы очень не ошибаетесь. За ними сила пап и хитрость мам. Их вы видите пока только на экране, но Лера и Лиза сейчас нам про них кое-что расскажут. Моя мама, как Шерлок Холмс, знает все и всегда. Моя мама очень деловитая, она носит туда-сюда по делам всегда. Она лечит и успокаивает, когда мне плохо, и во всем найдет лучшую сторону. И моя мама очень веселая и забавная, с ней всегда так весело. Мой папа самый умный, он у нас ходячая энциклопедия. Мой папа серьезный, он такой спокойный, как слон. Он печет самые вкусные блинчики в мире. Сегодня наши конкурсы оценивают... Валерия Абрамова, 11 лет, певица и музыкант. Антон Волков, 11 лет, футболист и горнолыжник. Диана Янакаева, 8 лет, владелица кошачьего лемура. А кто из вас самый строгий член жюри? Нет. А кто самый добрый? Наверное, никто. Теперь битва Васильевых и Петруниных начинается. Всем приготовиться! В первом конкурсе Лизе и Лере предстоит нарисовать своих мам и пап. Они нарисуют, а наши судьи попытаются угадать, на каких рисунках Васильевы, а на каких Петрунины. Стоп! Давайте, давайте, девчонки, у вас не так уж и много времени. Лиза начинает рисовать либо голову папы, либо голову мамы. Пока что непонятно. Лера, если ты будешь так размашиться рисовать, то ты не успеешь нарисовать маму или папу, или кого ты сейчас рисуешь. Всего лишь одна голова у Лизы и непонятно пока кто это, мама или папа, как ты думаешь? А у Леры уже туловище. Гриша, как ты думаешь, Лиза рисует маму или папу? Мне кажется, это мама. Лиза рисует быстрее папу или маму. Кого тебе осталось дорисовать, потому что иначе ты не успеешь. Осталось очень мало времени. У одного из Лизиных родителей явно какой-то цветной наряд. То ли это платье, то ли костюм, сейчас мы узнаем. Мне кажется, все-таки первой Лиза нарисовала маму, потому что такое красивое цветное платье может быть только у мамы. А вот во что одет мама? Осталось всего 10 секунд. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Лиза, Лера, отложите фломастеры и встречайте родителей! Васильевы и Петрунины ждем вас. Только, пожалуйста, не лошадь им руками и не подмигивайте, чтобы жюри раньше времени не догадалась. Итак, уважаемые жюри, посмотрите внимательно на этих людей под цифрами 1, 2, 3 и 4. Сейчас вам предстоит нелегкая задача. Вам нужно будет определить, какие родители Петрунины, а какие Васильевы. Жюри вам слово. Где Васильевы, а где Петрунины? Если я не ошибаюсь, то под номером 3 это мама Лизы, а под номером 2 это папа Лизы. Вот, а под номером 4 это мама Леры, под номером 1 это папа Леры. Лиза, узнаешь ли ты этих людей? Это твои родители? Это моя мама, а вот это, это не мое. Это не твой папа. Лера, а ты узнаешь этих людей, которые встали рядом с тобой? Это твои родители? По цифре 4 это моя мама. А под цифру 1? Ну, не знаю, кто это. То есть жюри не угадала. Я попрошу родителей встать на свои места, к своим дочерям. А вот теперь правильно. Лиза, представь, пожалуйста, своих родителей. Это моя мама, ее зовут Аня. А это мой папа, его зовут Сергей. Лера, представь своих родителей. Это моя мама, ее зовут Елена. А это мой папа, его зовут Виктор. Жюри, почему получилось так, что вы ошиблись? Вот, Лиза изобразила папу Леры, ну, как бы вот он в белой же... Короткие, рукава и желтые штаны. Жюри, нужно обращать внимание на мелкие детали. Вот так вот! Здравствуйте, жюри, Герой, печенье. Ну, вы, это я. Уважаемые жюри, а теперь мы ждем ваших оценок. Итак, оценки семье Васильевых. А теперь оценки семьи Петруниных. Четыре, четыре, пять. По итогам первого конкурса у семьи Петруниных 13 баллов, а у Васильевых 12. С первым конкурсом они справились, но впереди еще три. Второе сражение – это битва за красоту. Лиза и Лера подберут новые образы для своих мам Анны и Елены. У мам тоже очень серьезная задача. Ни в коем случае детям не помогать. А у них и не получится, потому что задания они не знают. И мы покажем эти задания только Лизе и Лере. А мамам чур не подглядывать. Лиза – это твое. Лера – это твое. Пока нельзя. Прочитали? Теперь возвращайте мне карточки. Уважаемые участники, задание получено. Вы готовы? Лиза, Лера, Анна, Елена – все готовы? Тогда поехали! Наш салон красоты открывается! О, посмотри, пожалуйста. Лиза, Анну одевает во что-то пират. Надевает ей пиратский платок. Возможно, она рокер, а может быть пират. Так, а Валерия? А Валерия одевает бабу вас что-то военное. Да. Неужели она отправит ее на рыбалку или на фото, или на войну? Нет, смотри, какая сабля! Сабля точно на войну. Какой-нибудь поход или сражение? Я даже не знаю. Ой, какой-то модный пират или байкер. Как ты думаешь, мама Лизы умеет водить как мотоцикл? Елена отправляется на войну, потому что у нее в руках пистолет, сабля. Она в кому пляже. А Анна, Анна непонятно, куда отправляется. У нее вот такая банданная, как у пирата. Буа, зачем-то. И сачок. Лера, Лиза, мама, мне подсказывайте. Я за всем слежу. Зачем сачок? Как вы думаете? Не знаю, может, она не на дачку. Может, она пойдет куда-нибудь в поле бабочек ловит. Так. И саблю. Время вышло! Уважаемые мамы, хотите ли вы посмотреть в зеркало на себя, как вы выглядите? Я за зеркалом. Сейчас. Ну что ж, мама Лизы. Я закрываю глаза. Итак, Анна, приготовьтесь, барабанная дробь. Страшно представить, кто это может быть. Как вы думаете, куда вы идете? Внимательно на себя посмотрите. Понимаете, у меня сачок. Так, сачок. Для рыбки, может быть, для бабочки. А кинжал зачем? А кинжал. А, я знаю. Я кок-пиратка. Кто? Кок-пиратка. Кок-пиратка. То есть я ловлю, и тут же я разделываю, разделываю, разделываю. Финальное ваше решение. Кто вы, как вы думаете, куда ваша дочка Лиза вас собирала? Я сумасшедшая, идущая на маскарад. Прекрасно, браво. Лиза, какое у тебя было задание? Пират, но дружелюбный. Дружелюбный пират. Интересно. Вот это класс. Давайте предоставим право посмотреть на себя другой команде. Елена, вы готовы взглянуть на себя в зеркало? Да. Подойдите красивой походкой к зеркалу и посмотрите на себя, а потом попробуйте угадать, куда вас собирала ваша дочка. Прекрасно. Мне кажется, что я гламурный охотник в тропических джунглях. А для чего вам такие большие желтые очки, как вы думаете? Это тропики. Тропики. Тропики, чтобы солнце не спалило мои прекрасные глаза. А ковбойская шляпа? Глаза. Может быть, вы еще умеете и на лошади ездить? Я думаю, да, но только лошадь от меня почему-то убежала в этот раз. Лера, какое у тебя было задание на самом деле? Собрать маму, ловить бабочек. Ого! А почему же ты заловишь саплю и пистолет? Бабочек же нельзя пристрелить вообще никак. Просто я больше всего на свете боюсь именно бабочек. И, наверное, ребенок об этом знает. Елена, Валерия, Анна, Лиза, огромное спасибо. Вы справились со своим заданием. А сейчас небольшое задание для жюри. Уважаемые жюри, посовещайтесь и решите, кто вам понравился больше. Васильевы или Петрунины? Я считаю, что Лера одела свою маму не совсем правильно. Потому что, раз она ловит бабочек, у нее должен быть сачок. Лиза, я считаю, молодец. Она одела свою маму именно, что дружелюбно, потому что у нее такие аксессуары. Поэтому я не могу не восхититься вашей красотой. О-о-о! Молодцы! Итак, оценки семье Петруниных. Три, три, три. О-о-о! А теперь оценки семье Васильевы. Четыре, четыре, четыре! В часу эти четыре балла единогласно. По результатам второго конкурса у Петруниных девять баллов, а у Васильевых двенадцать баллов. И это только середина битвы. Петрунины и Васильевы решили заключить перемирие, но небольшое. И поэтому пока мы можем посмотреть небольшой видеосюжет. Мы задали детям, мамам и папам несколько вопросов. Вопросы были одинаковые. И сейчас мы узнаем, хорошо ли дети знают своих родителей. Мама у нас не любит больше всего поливать цветы. Мама не любит вытирать пыль. Мама боится у нас пауков. М-м-м, бабочек. Мама боится бабочек. А вот что ответили Васильевы. Больше всего мама не любит петь блинчики. Мама больше всего не любит мыть ванную. В нашей семье больше всего щекотки боится Лиза, потому что её щекотим. В нашей семье больше всего боюсь щекотки я. В третьем сражении на поле боя выходят папы. Это будет очень интересно. Папы станут героями компьютерной игры, а их дочки будут ими управлять. И первыми будут Виктор, Петрунин и его дочь Валерия. Вперед! Виктор, Валерия, вы готовы пройти это испытание? Конечно. Виктор, у вас будет всего 60 секунд. Ваша дочь Валерия будет вами управлять с помощью джойстика. Ваша задача пройти это испытание и ни разу не наступить на зеленую дорожку. За 60 секунд забрать электронное сердце и успеть вернуться обратно. Мы вручаем вам вот этот шлем. Надевайте шлем и пройдете со мной. Я отведу вас в папину комнату. Валерия, присаживайся, пожалуйста, бери в руки джойстик. Твоя задача управлять папой громкими командами. Вперед, влево, вправо. Давай команды четко. И помни, у вас всего 60 секунд. Самое главное, чтобы твой папа не наступал на зеленую дорожку и вовремя вернулся обратно с электронным сердцем. Хорошо. Ваше испытание начинается! Разверни! Вперед, вперед, вперед. Время очень мало, давайте. У вас всего 60 секунд. Разверни! Да, стоп! Направо. Так. Налево, налево. Быстрее, быстрее, нельзя так. Прямо. Очень узко. Бездарно трансферим. А снова наступил на зеленую. Стоп! Два раза. Два раза, два раза. Прямо. Перепрыгивай. Стоп! Надо прыгать, прыгать. Стоп! Справа. Давайте быстрее. Ай, мне кажется, они проиграют. Прыгать. Еще, еще пару таких прыжков, и вы у электронного сердца. Прямо, чуть-чуть. Давайте, давайте. Виктор, мы болеем за вас. Развернуться. И прям полшага. Дед, вроде неплохо, но мне кажется. Еще развернуться. Два раза уже наступил на зеленую. Стоп, да, стоп. Направо. Направо. Идти прямо, прямо. Узко, прямо. Взять, взять. Би, би. Ну же, ну же, 10 секунд. Чуть-чуть правее, да? Девять. Восемь. Развернуться. Семь. Беги направо. Беги. Беги, на столом прям перепрыгнуть. Беги, беги, беги. Три, два. Они знают, как говорят. Один. Стоп. Время вышло. Валерия, твой папа схватил электронное сердце, но, к сожалению, не успел вовремя выйти из папиной комнаты. Значит, задание он не выполнил. Но, тем не менее, мы его встречаем аплодисментами. Виктор Петрунин. Виктор, верните шлем. Верните шлем, он вам больше не понадобится, да. Так. Спасибо. Виктор, расскажите, каково вам было в роли компьютерного героя? Мне было необычного. Необычно. Я мало играю в компьютерные игры. А, поэтому, может быть, вы не справились. Лер, а не хотелось бы тебе хоть ненадолго поуправлять своим папой вот так вот с помощью джойстика в жизни? Да, это мечта каждого ребенка. Папа Виктор, а может быть, вы хотели бы поуправлять Лерой так? Была бы такая возможность, я бы не стал бы этого делать. Ей не нужно управлять. Валерий, какой у тебя хороший, честный папа. Все тебе разрешает. Виктор, Валерия, присаживайтесь. Вам огромное спасибо за эту игру. А сейчас я приглашаю сюда новую команду. Васильевы, Сергей и Лиза. Сергей, Лиза, вы готовы пройти это испытание? Всегда готовы. Так, разумеется. Все, это боевой настрой. Мне очень он нравится. Но вам не хватает одной детали. Конечно же, нашего шлема. Под которым ничего не видно. Надевайте. Сергей в этом шлеме как настоящий герой. Сергей, Гриша вас проводит в папину комнату, где вам придется пройти испытание. Пройдемте со мной. Лиза, присаживайся, пожалуйста, на этот красный кубик. Бери в руки джойстик и приготовься управлять своим папой. Игра начинается. Кругом. Узкий шаг ближе к стенке. Ближе вправо. О, неплохо. Я впервые слышу такую команду. Вперед. Стоп. Круто. Молодец. Перепрыг большой вперед. Большой вперед. Опа. Классно прыгает. Папа Сережа очень хорошо прыгает. Ой, влево. Влево шажок. Так, еще влево. Стоп. Молодец. Проходит неплохо. Влево сердце. Прошло 30 минут. Ниже, 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 ниже сердце. Берите сердце скорее. Браво. Давай, 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 давай. Вот она, вот она. Вправо. Бегите скорее обратно. Вправо, вправо, вправо. Скорее, скорее. 20 секунд остается. Убернился. Прыгнуться обратно. Бег вперед. Еще один большой прыжок. И прыг. Прыжок. Прыжок. Рамбайль. Молодец. Еще, еще, еще. Прыг лево. Лево прыгай. Еще. Остается 10 секунд. Девять. Прыгай. Девять. Восемь. Семь. Шесть. Пять. Прямо, прямо. Давай. Прямо, прямо. Один. Да. Пусть ускоруты. Молодец. И давайте, встречайте нашего компьютерного гения, Сергей Васильев. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Айлбек. Отдавайте, пожалуйста, шлем. Лиза, мы хотим тебя похвалить. Ты великолепно справилась с этим заданием. Скажи, как тебе это удалось? Просто мы с папой хорошо друг друга знаем. И я постаралась найти путь, по которому будет проще пройти. Сергей, понравилось ли вам быть в образе компьютерного героя? Мне очень понравилось. Хорошо. Команду Васильевых, вы неплохо справились. Давайте пригласим сюда команду Петруниных, для того, чтобы наше жюри смогло еще раз на вас посмотреть и принять решение. Уважаемое жюри, кто вам понравился в этом испытании больше, Петрунины или Васильевы? Посовещайтесь. Лиза очень хорошо управляла папой, а папа справился с заданием очень хорошо. А вот у Петруниных, ну, были такие недочеты. Итак, жюри, мы ждем ваших оценок. Первые оценки семье Васильевы. АПЛОДИСМЕНТЫ А теперь оценки семье Петруниных. Четыре, четыре, четыре. АПЛОДИСМЕНТЫ Со счетом 15-12 в этом конкурсе побеждает семья Васильевы. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Но впереди еще одно испытание, и битва фамилий продолжается. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Вот оно, решающее сражение, и в нем понадобится сила всей семьи. И сейчас вы увидите веселые танцы древних племен. АПЛОДИСМЕНТЫ Встречаем эскимосов Васильевы! АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует... Они забрали мальчика из зала. Зачем? Он же милый. Зачем мальчик? Они его будут жарить на костре. Браво! Васильеву, браво! Мальчик, ты вернете? Это медвежонок. Это ваш медвежонок? Вы с ним знакомы? Медвежонок Миша! Это наш медвежонок. Мы дома его называем медвежонком. Это ваш сын? Да, это наш сын. Его зовут Миша. Семья пополнилась. Вот что это за человек. Миша, привет. А кто придумал этот танец? Кто был руководителем? Мы придумали все вместе. Василий, вы отличный танец. Присаживайтесь, пожалуйста, на свои места. Именно оттуда вам будет очень хорошо и удобно наблюдать за вашими соперниками. Сейчас выступит команда Петруниных со своим индейским танцем. Колыбельный для дочки-вождя. Какой боительный бошадь. Какой боительный бошадь. Какой боительный бошадь. Классно. 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 Молодцы, Петрунины! Кому в голову пришла идея поставить колыбельную? На самом деле мы ставили этот танец всей семьей, все вместе. И мы ставили его достаточно долго. И мы очень волновались. Ну, видимо, у нас хорошо получилось. У вас получилось очень хорошо. Наверняка у вас есть какой-то индейский боевой клич. Могли бы его показать? Ю-ху! Петрунина, очень скоро мы выслушаем мнение жюри. И я хочу пригласить сюда к вам Васильевых. Две красивые, нарядные семьи выходить, пожалуйста, к нам. Уважаемые жюри, теперь ваш черед. Вам нужно решить, какая семья вам понравилась больше в этом состязании. Нам, конечно, понравились обе семьи. И Петрунины, и Васильевы. Очень прекрасные танцы. И именно вот все слаженно у вас было, синхронно. Молодцы! Итак, давайте поставим оценки семье Васильевых. Пять, пять, четыре. А теперь оценки семьи Петруниных. Пять, пять, пять! Единодушно! Пять баллов. В этом конкурсе у семьи Петруниных 15 баллов, а у Васильевых 14. Битва закончилась, и сейчас мы выясним, кто же победил. Жюри, вам слово. Семья Петруниных набрала 49 баллов. А семья Васильевых набрала 53 балла. Ого! Битвы и победы сегодня побеждают Васильевы! А теперь самая приятная часть нашего шоу – вручение подарков. Васильевы, это подарок ваш. Ты что, не оставишь себе подарок, как обычно это делаешь? Эй, точно, забыл! Ладно уж, вручаю. А ведь на этот раз могло получиться. Да. Ну ладно, вручаю. Итак, Васильевы получают бытовую технику и подарочный сертификат. А Петрунины получают настольную игру для всей семьи. Битва фамилий подошла к концу. Да здравствует новая битва фамилий! Через неделю мы ждем вас снова. На самом мирном поле боя, где в смешнейшей схватке побеждает дружнейший. Мы ждем ваших писем с заявками на участие. Всем пока! Пока! Субтитры сделал DimaTorzok